Мы достаточно серьезно обновляем линейку профессиональных нивелиров лазерных. У нас появляется 4 новых прибора. Для начала выделим два вот этих внешне похожих прибора по строителю плоскостей. Это GLL 315 и 550. Как вы уже знаете, первая цифра обозначает количество плоскостей, которые они строят. То есть в первом приборе это одна горизонталь и две вертикальные плоскости. И вторая цифра обозначает дальность построения этих плоскостей. То есть в этом приборе это 15 метров, в этом приборе 50 метров с приемником и 20 метров без приемника. Также в более старшем приборе есть функция отвеса. Как вы обратили внимание, теперь мы выпускаем эти приборы на поворотной платформе. У нас своя собственная система быстрого крепления к этой платформе. Также мы усовершенствовали систему точности, использовали более новые технологии. И можно сказать, что эти приборы призваны закрывать и дополнять средний ценовой сегмент, поскольку до этого у нас в этом сегменте было не так много приборов. И к этому же сегменту можно отнести вот этот прибор GLL-220. Возможно, вы уже видели нечто похожее. Это наш зеленый лазерный нивелир PL-360. Он сделан в этом же корпусе, но у него нет таких резиновых уплотнений и немного другие технические характеристики. Этот прибор более точный и с большим радиусом работы. Его диаметр 20 метров. Построение горизонтальной плоскости. Плюс одна вертикальная линия. Что удобно при работе в помещении, это низкое расстояние между плоскостью, которая строится в этом приборе, и крышкой прибора. То есть можно проводить и потолочные работы, повесить его под самый потолок, и какие-либо другие. Это минимальное из того, что мы имеем на сегодняшний день. И еще один прибор. Это комбинированный лазер. Он строит две плоскости и также две точки от веса. Называется он GLL-215. Он выполнен на такой поворотной платформе. Опять же быстро в нее вставляется. И платформа снабжена резиновыми уплотнителями, которые обеспечивают защиту от скольжения по поверхности и сбивания по стороне плоскостей. Все эти приборы могут использоваться как в самом маневлирующемся формате, так же под наклоном. То есть с функцией блокировки маятника. Отдельно стоит упомянуть про наши новые инспекционные камеры. Это Geek-120 и Geek-120C. Вот они перед вашими глазами. Начнем с Geek-120. Что было усовершенствовано по сравнению с предыдущими камерами? Во-первых, это функция Quick Connect. То есть теперь кабель не вкручивается, а просто вставляется посредством штекера. Также, что немаловажно, был уменьшен диаметр глазка камеры. Теперь он стал 8,9 мм. И теперь его доступность в различные полости стала более высокой. Эта камера может инспектировать скрытые полости. Вот цветной экран. И обладает зумом, то есть функцией увеличения, приближения, функцией подсветки. И в данной модели вот эта точка желтенькая обозначает верх, то есть там, то, где находится верх исследуемой области. Это помогает ориентироваться в скрытых полостях. Данный прибор работает в комплекте с обычными батарейками. Более продвинутая версия может работать как с батарейками, так и с литий-ионным аккумулятором, который вы здесь видите. Здесь также увеличенный экран. И наша новая технология, которая называется Up is Up. То есть куда бы мы не направляли нашу камеру, картинка будет наклоняться так, поворачиваться так, что вверх исследуемой области будет находиться в нашем экране тоже всегда сверху. Плюс здесь добавляется функция возможности переноса данных на компьютер. Здесь встроена SD-карта. Можно сделать какой-то фотоснимок или даже записать видео исследуемого объекта. Также обладает системой QuickConnect, то есть быстрого присоединения камеры. Камера может быть увеличена, здесь мы видим 1 метр 20 сантиметров, может быть увеличена до 3 метров с помощью дополнительного штура. Перейдем к детекторам. У нас наконец-то в России появились две модели. Это DTEC-150 и DTEC-150SV. Они обладают встроенными сенсорами, которые помогают изучать различные области, будь то бетон, сырой бетон, гипсокартон. И все варианты и режимы работы отмечены в меню и даны краткие пояснения, что это за режим и как его использовать. Какие здесь есть особенности? Данный прибор может обнаруживать пластиковые трубы, не металлопластиковые, а именно из пластика. И прибор также указывает глубину залегания какого-то предмета, который мы исследуем, то есть арматуры или трубы, и показывает, на кой глубине он находится, то есть на кой глубине мы можем без страха сверлить или забивать гвозди, все что угодно. Также здесь на экране отображается по мере приближения этот объект и как схематически он выглядит.